Вот такая красота Вот так вот медь не в графитовых тиглях Нагревается индукционными токами Это чисто греется медь Это не тигель греется А именно тигель нагревается уже от температуры меди Приветствую всех своих подписчиков Сегодня тут мне нужно поплавить чуть-чуть Но я решил заодно поставить камеру и поснимать Ну и кое-чего вам расскажу Как обычно по ходу своей работы Отдельно что-то снимать нет времени А так параллельно работая Можно что-то показать, рассказать Значит смотрите Сегодня мне нужно медь расплавить Вот Отлить электрод для гальваники Такой плоский, медный Ну там изложница у меня есть плоская Я потом поближе покажу Ну и как обычно плавить я буду Вот Скорбита кремния Тигель Ну и в своей вот этой индукционочке Что я всё показываю Вот этот последний самый вариант И как оказалось он самый удачный Хотя он достаточно простой И в принципе казалось, что не очень мощный Но справляется вполне В керамике плавит и медь до килограмма легко Сегодня Сейчас вот я взвешу тут Что у меня получается Вот Нашёл вот медь Ну довольно чистая похоже Она это какой-то Сплав Ну 560 грамм 560 грамм Ну вот я это и буду плавить Сегодня надо будет вот это расплавить И вылить В изложницу Изложницу вот поставил в песочек Ну чтобы она и не повалилась Если что-то пролью Это в песочке Как бы техника безопасности Вот такая изложница у меня есть Она разборная Там такая пластина Отливается где-то сантиметровой толщины Вот как раз я И буду туда вот эту медь выливать Ну плавить я буду вот Этот внешний блок подключил Соответственно Тегелёк взял чуть-чуть побольше Потому что меди побольше А так я вот этим блоком Вот в этом В керамике вот в этой плавлю Тут вот бронзу Она у меня тут собирается Это я потом А сегодня буду плавить вот эту медь Ну и соответственно вам покажу Как идёт работа Какие параметры На какой частоте Всё это я вам расскажу Покажу Но это я уже много раз показываю Но всё-таки Кому интересно Смотрите Вот Ну и вот этот Генератор Соответственно Он у меня Последнее время Сейчас как основная печка Всё что я там показывал До этого Тоже это всё рабочие варианты Тоже можно вполне использовать Ну мне нравится Как вот этот работает Вот как ни странно И получился и дёшево И сердито Ну ещё раз скажу Что у меня сейчас Вот концепция такая Вот один генератор Подо всё Вообще Вот собран один генератор Из сварочного инвертора Вот у него провод Который Через разъёмы Подключается на внешние блоки Внешние блоки разные Вот это моя литейная Небольшая Тоже всё показывал Ну сейчас вот этот блочок Подключил В котором я буду плавить медь Всё очень удобно Сейчас ещё заказал кольца Ферритовые Соберу ещё по мощнее Внешний блок И посмотрю Потянет ли вот он Более что-то Ну мощное Я там Хочу вернуться Я как-то показывал Много лет Пробовал вариант С двумя трансформаторами Ну вот Внешний блок Там два трансформатора Три пробовал Тут один стоит внутри Вот Заказал два колечка Тоже 50-30 на 20 Ну вот Размер И Где-то М2000 М2400 Вот примерно Такой проницаемость И попробую собрать На двух трансформаторах Ну чтобы сравнить Как лучше Ну во всяком случае Вот такой вариант С одним трансформатором Ну я показывал Что внутри Там у меня на канале Всё можно найти Так что я на этом Не буду останавливаться Зайдите на канал И всё там Посмотрите Там много всего У меня Всё что Все промежуточные работы Все улучшения То что я И по печкам Что-то изменял Дополнял Пока вот Себе пришёл Вот К такому Конечному результату Всё там Можно посмотреть И понять Вот Что Как работает Почему Что От чего Зависит Ну вот Так Так что Продолжаю Ну камеру поставил Вот так Наверное там Всё будет видно Чтоб мне не отвлекаться На эту камеру Периодически Буду включать Показывать Вот индуктор Вот тегерёчка Поставил Сюда Медь загрузил Ну и вот Изложница Куда я буду выливать Ну похоже Всё видно Там нормально Ну что Ну что Потихонечку Включаем Включаю Вот грубой Подстройкой Выставляю Где-то Ампера Натрия Мощность Так Очень шустро Вот Ампера Натрия Выставил И этой Уже сейчас Выставляю Ампера На Шесть Чтоб Чуть-чуть Тегерёчек Прогрелся Ну вот Как-то так Вот это у меня Напряжение А это Ток потребления Ну как-то так Чуть-чуть Сейчас разогреется И металл И И тегерёчек От металла Ну поскольку У меня Вот здесь-то Греется Непосредственно Металл Он уже Горячий Тегерёчек Не греется В индукционном поле Поэтому Вот ждём Пока Чуть-чуть Он прогреется И потом Можно будет Добавить Чуть-чуть Ещё Тока Так Ну чё Прикрываю Чтобы тут Он Побыстрее Грелся Чтоб не остывало Сверху Значит Сейчас я покажу Покажу Какая частота У меня тут Не знаю Видно Не видно А вот так Наверное Видно Ну сейчас 41,5 В принципе Это около Резонанса Ещё до резонанса Не дошло Получается Что если Чуть-чуть Ещё Понизить Будет В районе 40 39 КГц Вот этот Тегерёчек Работает Вот с этим Индуктором И вот с этим Моим Внешним Блоком Просто Я для себя Уже так Вот Много Тут тестов Сделал Смотрел На каких Частотах Лучше Работает И Ну так Вот Чисто Визуально И по Времени И по Мощности Получается Что Лучше Работает На частоте Где-то В районе 40 КГц Я не знаю Почему Но в принципе Вот примерно На эти частоты Я внешние блоки И настраивал В прошлом видео Я показывал Плавил Алюминий В тигле Из нержавейки Там 100 кГц У меня Частота Внешнего блока Была Ну и Ну заметно Медленнее Всё это Грелось Чем Вот я Тот же Тигель Грел На частоте 40 кГц Поэтому Тут Ну а ниже Как В общем Нельзя Опускаться Туда Потому что Там уже Ну трансформатор Не потянет Который В сварочном Инверторе Ну он Как бы Маловат Надо тогда Увеличивать Феррит Трансформатора Ну какие-то Такие А поскольку В основном Все сварочники Настроены На частоту Где-то В районе Там 40 Тире 50 КГц У них Всё это Дело Ключи Отстроены Поэтому На эту Вот частоту Примерно Я и ориентируюсь Когда делаю Свои Внешние блоки Но Видите Я показывал Что Вот этот Бюджетный Сварочник Который Я переделывал Последний Там у меня На канале Можно посмотреть Несколько видео Я показывал Я его собирал И всё подробно Показывал Но он реально Работает На 110 кГц И ничего Ничего Ключам не делается Они не перегреваются Всё нормально Но Такая частота Получается Что Не очень Нужна Ну и По блоку Скажу Что Вот этот Блочок Я тоже Его показывал Я с разными Индукторами Пробовал И то Что Отжигал Эмаль Тоже Индукторок Показывал Тоже Всё нормально Работает Не Перегревается Ничего И я Его Тоже Показывал Что у меня Там внутри Показывал И рассказывал Сколько веков На трансформаторе Ну всё Я его разбирал После очередной Плавки И показывал Так что Всё Там можно На канале У меня Посмотреть Не буду я Отвлекаться На это Дело А то Получается Что Посмотрят Почему-то Новые мои Вот эти Все Видео Мало Очень Смотрят В основном Смотрят Видео Там Пятилетние Шестилетние Давности Когда я Только начинал Вот эти Вот Пробовал Сделать печку Из сварочного Инвертора Вот те Почему-то Смотрят И задают По тем Вот именно Видео По очень Старым Вопросы Просто я Уже Всё это Давно Оттуда Ушёл По улучшению По изменению Как-то И для себя Всё это Дело Понял Так что Посмотрите Лучше Новые Видео Там Ну либо Хотя бы Годовалой Давности Но никак Не шестилетней Давности Видео Которые В принципе Ну просто Уже Можно сказать Морально Устарели Ну вот Решил Всё-таки Камеру Снять Чтобы Получить Показать Так Камера Цвет Плох Передаёт Ну вот Смотрите Значит Топ Потребления Мощность 1,2 Киловатта Да И сейчас Покажу Так 14 минут Вот сверху Да Прошло На мощности 1,2 Киловатта И теперь Заглядываем Вот сюда Там Вот так Снизу Уже Начинает Подплавляться А верхние Ну понятно Они вот Ещё краснеют Потихонечку Тигр Вот разогрелся Тоже От этого И там Сейчас Температура Побольше Ну вот Прошло 14 минут Мощность 1,2 Киловатта Если я сейчас Мощности Докину То Ну До полутора Допустим Но всё Пойдёт Гораздо Шустрее Ну вот Как-то Так Вполне Всё Вполне Реально Работает Ничего Не Перегревается И вот Этого Генератора Хватает Ну Я не знаю Вот допустим Я-то делал Чисто для дома Для семьи Можно сказать Вот всё Это дорабатывал Дорабатывал Вот пришёл Наконец До такого Состояния Что Вполне Этого Хватает Потому что Обычно Бытовая Розетка Она Ну Максимум 16 ампер Её Перегружать Смысла Нет Если они Тем более Китайские Они там Всё это Пригорят Так что Ну Строить Какую-то Печку Ну Больше Трёх Трёх С половиной Киловат Смысла Не имеет Хотя Да Это всё Будет Гораздо Быстрее Греться Понятное Дело Что Это Если На полутора Киловат Тогда Там Греется Там Полчаса Плавится То На Трёх Киловат Это будет Ну Минут Семь Там Десять Как Как Плавится Но Ну Это Мне Вот удобнее Так Когда Небольшая У меня Тем более Тут я на даче Всё это Дело У меня Всё тут Ограничено И Энергопотребление А тем более Зимой Когда ещё Отопление Включено Плюс Ещё Что-то Включено Свет Горит Ну Темно Ну И набегает Электричество Так что На плавку Вот Полтора Киловат Я могу Выделить Из этого Всего Больше Это мне Будет Сделать Сложнее Вот у меня Спрашивают А там А мощнее Ну Наверное Можно Как бы Я пробовал Там Ну Чтобы Точно Сказать Как И Сколько Ну Это Надо Пробовать А у Меня Просто Включить Некуда Это Дело Вот Ну Вот Так Ну Вот Так Вот Так Вот Медь Не В графитовых Тиглях Нагревается Индукционными Токами Это Чисто Греется Медь Это Не Тигель Греется А именно Тигель Нагревается Уже От Температуры От Температуры Меди Поэтому Смотрите Я уже говорил В своих Видео Что Вполне Достаточно Чистоты Для Керамики Для плавки В керамике Чистоты Достаточно Ну 40 Килогерц Сейчас Я вам покажу Еще Ну Чтобы я Еще Не Подкручивал Больше Ну Вот 41 Килогерц У меня Вот На этой Частоте Я сейчас Плавлю И Достаточно Ну Полутора Ну Максимум Двух Киловат Чтобы Плавить В керамике Ну Самое Главное Правильно Согласовать Вот Этот Внешний Блок И С Самим Генератором И Все И Тогда Будет Все Отлично Просто Уже Повторяю Что Генератор Это Вот Просто Генератор Он Дает Импульсы Да Вот С Такой Частотой Да Это Даже Не Хинусоидные Вот А Это Меандр Прямоугольные Импульсы Да Дает Да Вот Двухтактные Да А Работа Работа Совершает Вот Резонансный Блок Это Он Работает На Резонансе И В принципе Вот Так Вот Работает Поэтому Вот Настройки Внешнего Блока Надо Даже Уделять Больше Внимания Чем Настройки Генератора Вот Работоспособность Генератора Зависит От Правильной Настройки Внешнего Блока Я бы Сказал Вот Так Ну И У меня Спрашивают Что Индукционные Токи Как бы Насколько Это Вот Поле Большое Может Влиять Ну Вот Смотрите Я Вот В электронных Часах Работаю Смотрите На каком Расстоянии Я работаю Здесь И Блютуз И GPS Тут Куча Датчиков Всяких Как бы Ну Это Спортивные Спортивные Часы Там Все Они считают Ну Никак На них Это Не влияет Ну Вот На таком Расстоянии Ничего Не сбивается Они Не перегорают Ну Вот Соответственно Если я буду Находиться А это Они Все-таки В металлическом Корпусе И Соответственно На них Наводка Это Больше Чем На меня У меня Сопротивление Тела Очень Большое Поэтому Тут Наводки Зависит От Именно Сопротивления Вот У меди Сопротивление Маленькое Соответственно Оно И греется Потому Что Все Токи Наводятся Вот Чем Меньше Сопротивление Вот Внутреннее Да Металла Тем Сильнее Наводятся Токи Также А я Вообще Можно Сказать Изолятор Можно Сказать Относительно Вот Это Мои Такие Наблюдения Так что Ну Выводы Сами Делайте Как бы Ну Я считаю Что Это Тем более Частота 40 кГц Это Всего На 20 КГц Выше Звуковой Частоты Которая Вот Ну Звуковая Частота Это Это Очень Низкие Частоты Это Не Мегагерцы И Не Гигагерцы Как В микроволновой Печке Это Не Микроволновая Печка Поэтому Вот Так Вот Смотрите Вот Красота Такая Уже Видно В эту Камеру Там Нижняя Уже Все Сейчас Потечет Горячая Надо Подготовить Перчаточки Сейчас Ну И Буду Дальше Ну Нижний Уже Там Потек То Что Такой Стоял Сейчас Вот Эти Они Так Слегка Ну Сверху Видите Они Плохо Хуже Греются Просядет Это Все И Дорасплавится Ну Вот Сейчас Покажу Горячая Ну Все Там Нижняя Расплавилась Вот Эта Вторая Тоже Просела И Вот Эта Тоже Видите Туда Просела Там Внизу Уже Жидкая Но Это Потихонечку Сейчас Это Все Туда Дойдет И Дорасплавится Сейчас И На Это Будет Сама Греться Получше Вот Кусочек Меди Поэтому Вот Видите Всего Ничего По Потреблению Сейчас Вот Когда Расплавилась Уже Ну Как я Говорил Топ Чуть Поднимется Полтора Киловатта Получается Потребление Ну Если Я Плавил Допустим Какую-то Более Такую Компактную Гранулу Или что-то Что-то Чтобы Было Более Менее Равномерно Засыпано То Это Расплавилось Соответственно Быстрее Ну Понятно Что Болванка Она Ну Я уже Объяснял Что Наводки На нее Она Далеко Компактная 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 Ну 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 Все Все Нормально Ну Все Там Уже Почти от Текло Где-то У меня Еще Был Один Подлиннее Подлиннее Эта Мешалка Убираем Ну Да Там Вот Это Одна Осталась Еще Чуть Чуть Недорасплавленная Ну И Соответственно Получается Что Там Внизу Расплавленный Металл А Этот Чуть Недогретый Опускается Туда И Ну Металл Чуть Остужается Ну Вот Поэтому Все Равно Все Нормально Плавится Там Все Надерх Ну Чуть Чуть Осталось Еще Верхняя Баваночка Вот Она Уже Посильнее Начала Тоже Греться Потому Что Опустилась Туда Внутрь И Индукционные Токи Начали На нее Нормально Воздействовать Еще Раз Скажу Что В принципе Не гоните Свой На Поднятие Мощности Да Можно Плохо Настроить Внешний Блок С Генератором И чтобы он Нормально Греть Приходится Выжимать Там Больше Из Генератора Он Начинает Перегреваться Если Все правильно Настроить Полтора Два Киловатта Для плавки В керамике До килограмма Цветных Металлов Ну Там Бронзу Медь Ну Можно Наиболее Высокоплав Тугоплав Я До 1300 1400 Разогревал Поэтому Ну Реально Лучше уделить Время Настройке Самого Внешнего блока Я как-нибудь Попробую Я вот Пытаюсь Объяснить Но Вот Как-то Не доходит До людей Я попробую Как-то На пальцах Объяснить Что такое Резонанс И Как его Надо Настраивать И на что Обратить Внимание Потому что Ну Как-то Так Вот Я показываю Все Рассказываю А все равно Все думают Что это Главное Главное Вот Сам Сварочник И генератор Не главное Главное Вот Это Внешний блок Который Нужно Правильно Настроить Он Резонансный Система Резонансная Работает На резонансе Сварочник Ну В данном случае Я его теперь Называю Как генератор Это только Для подкачки Резонанса Все Он должен Быть нормально Собранный И выдавать Ну Более-менее Нормальную мощность Но мощность Генератора Зависит От Ключей Которые Там стоят Если там Стоят Допустим 40 амперные Транзисторы Ну Соответственно Там Вот Нужно На эту мощность Ориентироваться Если поставить 100 амперные Транзисторы То можно Легко Вот этот блок Отстроить Так Что и На большую Мощность Но зато КПЗ-то Выше Получается Чем Гнаться Именно повышая Мощность Самого Генератора Вот Я раньше Тоже думал В моих Первых Видео Тоже Так Так Также Было Я пытался Поднять Мощность За счет Генератора Оказывается Вот Сколько Я уже Показываю Больше Пяти лет Эти видео Ну Там Видно Мои Все Доработки 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 И в результате Видите Пришел К такому Простому Решению Что Генератор Это всего Лишь Генератор Ну Все Там Расплавилось Вот Не знаю Передает Камера Не передает Ну Красота Просто Вот Видно Как В индукционном Поле Вот Эта Медь Она Там Просто Гуляет Вот Так Вот Поэтому Ну Вот Как-то Так Температура Получается Тут Ну Высокая Если 1080 Градусов У меди То Соответственно Сейчас Она Чуть Повыше За счет Того Что Вот Она Так Плавит С индукционными Токами И все Чистенько И все Перемешано Можно Даже Сейчас Уже Уменьшить Ток Где-нибудь Там Ватт До 800 И все Оно Сейчас Дойдет И Можно Будет Выливать Ну Что Все Одел В Читочек Техника Безопасности Вот Сейчас Будем Выливать Так Друзья Одеваю Перчаточки Сейчас Буду Выливать Там Все Нормально Просто Вот Эти Щипцы Меня Конечно Несколько Так Напрягают Они Такие Силые За Кромку Берется В принципе Но Думаю Ничего Страшного Не Произойдет Надеюсь Во всяком Случае Как бы Так Хорошо Взять В принципе Можно Выключать Все Вот Это Выключаю Аккуратненько Раз И Выливаем Вот Про что Я и говорил Что Лить Не Очень Удобно В кое-чего Пролилось Но В принципе Вот Видите Все Медь Остывает Удачно Вроде Плавка Плавка Прошла Удачно Сейчас Почищу Тегелечек Ну и Все Не очень Удобно Вот этими Щипцами Держать Они Такие Хлюпкие Я просто Боюсь Что Что Пойдет Не так Поэтому Песочек Очень Спасает Видите Чуть Чуть Пролил Там Ну и Остальное Все Срежется Счистится Там Мне Главное Пластина Нужна Для Гальваники Для Электрода Такая Медная Хорошая Из нормального Меда Меда Из нормального Ну В общем-то Пока и все Выключаю Сварочник Все Все Ребят Нормально Все Получилось Ну Вот Процесс Отснял Очередной Свой Ну Вытащу Сейчас Покажу Остынет Чуть Чуть Тут Все Нормально Тоже Во всяком Случа Радует То Что Без Травм Это Вот Главное В этом Деле Не Получить Травму Потому Что Температуры Высокие Ну Буязно Буязно Под старость Лета Какую-то Получить Травму Вот Это Когда Молодой Ничего Не боишься А когда Уже Там Под 70 Начинаешь Немножко Задумываться Что Здоровье Это Как бы Надо Поберечь Чуть Чуть Все Повыключал Вытяжку Выключил Сварочник Потише Чуть Чуть Ну Вот Видите Налилось Чуть Пролилось Ну Чем Хорошо Выливать Когда Песочек Кругом Ну А так Вы представляете Это На стол Пролилось Или Куда-то Еще А тут И не Вытечет Это Чугунная Я В принципе Вот Это Моя Другая Изложница В Которую Я Лью Ну Когда Бронзу Готовлю Вот В Такие Чушки Вот Ну А это Будет Остывать Очень Неудобно Узкая И вот Этими Щипцами Конечно Неудобно Особенно Когда Берешь Тигель За край И Тяжелый Тигель Это Полкило Там Меди Плюс Тигель Весит Ну Видите Какая Конструкция Ну Это Может Какую-то Чашечку Маленькую Там Но Для Таких Вещей Это Конечно Вот Эти Щипцы Не Годятся Вот И Я Потом Буду Переделывать Чтобы Не Вынимать Отсюда Тигель Вот Как Я Уже В Каком-то Видео Говорил Что Будет Просто Наклон Как Вот Эта Моя Литеечка Которая Тоже Показывал Опока Вставляется Мотор Включается И Просто Вот Так Опрокидывается Туда И Все Все Точно Размечено Все Точно Попадает В Серединку И Уже Смело Можно лить Не боясь Что Что Как То Разовьется Вот И Вот У меня Здесь стоял Корундовый Я показывал Он развалился И Я Отлил Если Б Я Вот Этот Корундовый Стал Вынимать То Результат Мог Быть Плачевный Потому Что Если Я Его Взял И Вынул Он Мог Развалиться С Горячим Металлом Но Это Просто Никуда Не Годится Поэтому Вариант С Наклоном Ну Либо Какой-то Другой Вариант Когда Ну Либо С Донным Разливом Но Это Сложнее Делать Тут Надо Шток Там Ну Понятно Это Лучше В такой Защищенной Среде Плавить Если Донный Разлив Будет Там Дырочка Шток Вынимается Это Вниз Вытекает Конечно Это Будет И почище Сплав Потому Что Весь Шлак Он Сверху Тут Приходится Снимать Чтобы Он Вообще Мои Видео Больше Не про Литье А про То Что Это Можно Сделать Все Своими Руками И Ну Я считаю Что Это Довольно Работоспособная Конструкция Вот Но Меня Устраивает Вот Так Что Если Кому Интересно Там Подписывайтесь На Телеграм Канал И Меня Как-то Поддержите Мои Разработки Поддержите И Я Там Помогу С Ответами Если Кто-то Что-то Там Построить Я Расскажу Как Лучше Настроить На Что Обратить Внимание Ну Чтобы Потому Что Я В свое Время Пока Дошел До Такого Результата Прилично Пожег Сварежных Инверторов Этих Транзисторов Пожег Пока Не Пришло Понимания Вот Так Что В этом Деле Главное Понять Суть А Дальше Уже Это Совсем Совсем Все Просто Ну Вот Вытащил Такой Кусочек Меди Получился Соответственно Будет Хороший Электрод Для Гальваники Вот Так Что Толстый Медный Ну Все На Сегодня Все Так Что Хотел Сделал Ну И Заодно Что-то Снял Ну Всем Пока Удачи Ну И Позитива По Жизни